И снова добрый вечер, дорогие мои. С вами, впрочем, как и всегда, Алкабард. И мы, конечно же, будем что-то пить, и заодно об этом и поговорим. Но видите нововведения? Я, хоть и в любимой майке, которая у меня свежая, я купа рыжая, но я сегодня опиджачен, я сегодня подстрижен, побрит, так элегантненько, и у меня новый стол. То есть, скорее всего, это будут какие-то новости, правильно? Да, новости. Из новостей у меня есть две бутылки, сами понимаете, по бокалам. И пока все просто. Это деревенька, деревенька саранская и солодовое, ржаной солод. Вы скажете, что такое у меня уже было, и я скажу, да, было, в общем-то. Но их никогда у меня не было вместе. Это раз. И во-вторых, здесь есть один очень интересный прикольчик, господа. Называется белорусский акциз. Белорусы поймут. Если вы хотите, чтобы я вам сказал, где взять, ну, чуть попозже расскажу. Ну, пока, наверное, будем потихоньку открывать и расскажу чуть-чуть еще предысторию. Так, о, борьба крышечки деревеньки с белорусским акцизом. Ну, ну, не, крышка порвется, нафиг. Белорусский акциз, он зверский. Поэтому мы его сначала оторвем, а потом уже вскроем деревеньку. Что самое интересное, мне казалось, что я именно с деревеньки познакомился с саранской продукцией, но так и нет. Так и нет. Я познакомился с ней с чистых роз. Ага, вот оно, что неудобно наливать. Надо левой, чтобы этикетка была видна. Вот так. Познакомился с саранской продукцией именно с чистых роз. Деревенька была позже. Но до сих пор деревеньку считаю, наверное, одним из эталонов недорогой водки. Вот так скажу. И здесь есть язычок, все отлично. И та самая солодовая, которая мне в свое время очень даже зашла и очень неплохо. Я, честно, удивлялся, почему она недорогая для своего класса. Но, опять же, саранск, саранск. Так вот, господа, давайте, наверное, выпьем первую. С чего начнем? Ну, с деревеньки. Начнем с деревеньки. Давно ее не пил, давно. И с саранской продукцией у меня есть только запас спельта и чистых роз. А вот с этими как-то уже все, все позаканчивалось. Она. Она, господа, она. Так вот, вообще о том, что саранская продукция появится в Беларуси, а я уже когда-то говорил, почему в Беларуси нет российских водок. Ну, потому что нет, потому что белорусы их на рынок не пускают. Потому что, если сюда зайдут российские производители, многим белорусским будет не очень хорошо, скажем так. И мне еще перед Новым годом, я списывался с ним по каким-то вопросам с заводом, и мне сказали, а знаешь, а скоро в Минске появится деревенька. Я говорю, да ладно, ну, да ладно, продавить алкогольное белорусское лобби, да не сможете вы никогда. Сможем, все, все сможем, и скоро появится жди в магазинах. Прошло почти полгода. Прошло почти полгода, и вот вчера с женой мы в Минске были по своим делам, и заходим мы в грин на каменной горке. Минчане поймут, каменная горка, это там, где много бетонных каменных норок. И в ближней к молочке полке, алкогольной, стоят. Одна, вторая, я охренел. Честно сказать, что я охренел, я был стопроцентно уверен, что они не появятся в Беларуси, но за их появление саладовую. Тоже она, я пересмотрел, я перечитал. Я думал, вдруг, в общем-то, местный розыгрыш настроили. Нет, это тот самый саранский завод. Все, я это дело хапанул, естественно, сразу, и довольны в предвкушении, мы поехали домой. Это было вчера, кстати, если что. Так вот, господа, давайте по составам будем проходиться, будем, раз уж такое дело. Деревенька, водка, зимняя деревенька на саладовом спирте альфа. Вода питьевая исправленная, спирт альфа, из пищевого сырья, саладовый, ну, спирт, в смысле, настой солода ржаного, спиртованный настой или концентрированный клюквенный сок. Клюковка, точно, клюковка. Все, буква, там, код в этикетке. Саладовая, которая 1873, 1873. Это, кстати, не год там с заводом связано или что-то, это аппарат Генса. Это изобретение аппарата Генса. И это делается, спирт для него на том спиртзаводе саранском, у него два спиртзавода, на котором я как раз не был. Ладно. Вода питьевая исправленная, спирт альфа-саладовый, из пищевого сырья, настой спиртованный солода ржанова. Ну, сахарный сироп еще в обеих, но это понятно, это логично. Но, господа, это та самая саранская водка. Я не знаю, как они продавили белорусов. Если кого интересует ценник, то то, что я сейчас наливаю, то есть деревенька 17 рублей белорусских, соответственно, и саладовая, которая на ржаном солоде 20 с мелкими копейками. То есть, да, я бы не сказал, что это уровень белорусской водки по цене. Как бы это уровень дорогой белорусской водки по цене. Но, простите, кто же ее запустит-то по аналогичным ценам. Поэтому тут вопрос простой. Начинаем с обратного конца и радуемся жизни саладовая. Она довольно своеобразная. Она довольно своеобразная. У нее реально чувствуется вот этот настой спиртованный того самого солода. Да, есть, но при этом он не резкий, он не какой-то там вот такой дерущий. Он очень мягенький и его еще надо поймать. Я сейчас, когда шел на запись, меня жена упрашивала, возьми рюмки обычные. Ну, блин, ну ты же водку записываешь. В конце концов, я сказал, нет, это позиция канала и так далее и тому подобное. Что мы имеем здесь по внешнему виду? Изготовлен на уникальном медном оборудовании. Аппарат Генса. Производство собственной саладовни, ржаной салад, да, кстати. Аромат свежеиспеченного хлеба. Может быть, чуть-чуть, да. На спирте естественного саладового брожения. Выдержка в доводных чинах. Опаньки. Я даже не помню, читал ли это, когда это снимал. Но, собственно, мне пока вот все. Это радость. У меня случилась радость, господа. Появилась саранская продукция в Беларуси. Поэтому бахнем. Обязательно бахнем деревень. Кстати, если кто спросит на тему деревеньки, что там вот клюквенный настой и так далее, он не чувствуется. Он нифига не чувствуется. Я вам сразу скажу. Его, видать, такое количество, что он сделан вот как для дегустаторов, когда идет определение. Я когда-то рассказывал. Одним из первых тестов является 3 стакана вода. Чистая, подсоленная и подсахаренная. В минимальной концентрации. Ты должен угадать, что где. Я, кстати, не угадывал. Или один раз угадал, я уже не помню. Или что-то угадал, что-то не угадал, неважно. Так вот здесь, в той самой минимальной концентрации. Это все просто. К деревеньке могу доколупаться только по одному пункту. Абсолютно серьезно. Это за пробку. Причем не сейчас, когда она уже открыта. А именно за вот этот вот хвостик. Вот этот хвостик жестяной, он конкретно очень режется. Порезаться об нее, как нехрен делать. Будете открывать, открываете полностью и его отрываете. Это вас, скажем так, убережет от неприятностей. Наверное, вот так скажем. Далее пойдет сравнительная характеристика. Сравнительная характеристика. Деревенька и золотая. То, чего я ни разу не делал. Хотя я прекрасно понимаю, что я про них сейчас скажу. То есть, надо ли мне вообще подотопить. Но я решил, что надо. Надо. Как бы абсолютно серьезно. То, что мне завод говорил, я позабыл как-то и решил. Да не, ну не получится у них. Ну не получится. Но как они смогли это сделать, для меня до сих пор остается загадкой. Деревенька. Спиртозность по факту отсутствует. Но у нее это всегда так было. Но вот я пытаюсь поймать эту клюкву. Есть что-то чуть-чуть свеженькое. Чуть-чуть свеженькое. То, что это там какой-то клюквенный морс или настой. Хрен ты угадаешь, как говорится. Поехали. Как я, в общем-то, и говорю. Деревенька, наверное, для меня является эталоном недорогой водки. То есть, вот из того, что продается в ее ценовой категории, я лучше, наверное, пока не видел. Да, я видел достойные, достаточно неплохие. Но деревенька для меня остается вот эталонной недорогой водкой. Все. Даже по белорусским ценам, которые вот 17 рублей на нее, вы знаете, я бы, наверное, лучше брал ее. Сейчас все белорусские заводы на меня обидятся. И завтра напишут мне злобные. Ладно. Солодовая. Немножко специфическая. То есть, водка нечистая. Там действительно чувствуется вот этот ржаной солод. Все здесь хорошо. Но, в общем-то, ради этого она так и называется. Ради этого мы ее и берем. Про аппарат Генса я рассказывал в видео про солодовые. Поэтому, наверное, нет смысла повторяться. Внешний вид у нее побогаче, чем у деревеньки. Вот честно, как по мне, побогаче. Но у деревеньки внешний вид такой, хоть она и вроде зимняя, там вот эта зимняя деревня, все вот это вот. У нее внешний вид такой теплый. Теплый такой вот. Ее хочется прижать к себе и не отпускать никогда. У солодовой внешний вид по понтове, но он уже такой. Типа, просто так меня в руки не бери. Знаешь, собрался пить, так пей. Но просто так меня не гладь. Вот, наверное, вот такого плана что-то. Поэтому солодовая. Которая, кстати, по классу стоит чуть выше деревеньки. Чуть выше деревеньки. Она где-то вот между, наверное, у Саранска, между деревенькой и балчугом. Вот где-то так. Вот где-то так. То есть по их водкам, таким, которые не для местного рынка, а которые везде распространены, то идут деревенька, идет солодовая, потом балчуг, потом чистые розы, потом спельта. Вот из таких употребляемых марок. Как это сказать? Употребляемых. Ну ладно, марок. Вот. Поэтому сейчас будем пить заключительную. Сравнивать тут смысла нет, потому что они разные. Но заключительную будем пить, ну как, все равно две у нас, да? Поэтому чуть-чуть обновлю и начну с солодовой. Не потому, что она у меня там проигравшая или еще какая-то. Она абсолютно неплохая своеобразная водка. Потому что для меня знакомство с деревенькой было каким-то знакомым. Вот так скажу. Вот это было знаковое просто. Потому что я тогда понял, что недорогая российская водка может быть очень даже неплохой, причем на серьезном уровне. Поэтому сейчас солодовую. Поехали. Комарик, уходи. Солнышко вылезло. Солнышко вылезло. Ну под такую водку не грех и солнышко вылезло. Короче, это для меня личный праздник. Вот правда. Появление саранской продукции в Беларуси, это для меня личный праздник. Поэтому белорусы, вы поняли, каменная горка, грим. Самая ближняя полка к молочке. Алкогольная. Ну там где все дорогое стоит. Они там есть, они там есть. 17 и 20 рублей соответственно. Ну и заключительная, которая будет питься за вас, за ваши лайки, за ваши комментарии, за подписки, за то, что вы ждете следующих видео, выходящих с пугающей, иногда не очень периодичностью. За то, что саранский ликвейроводочный, я знаю, вы это увидите. Вам привет. Если вам вдруг, совершенно случайно, нужен бренд-амбассадор в Беларуси, вы знаете, кому звонить. У вас все контакты есть. Поэтому поехали. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok